Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, начнем с Рава Лунщица, который написал сборник Сифрейда Ад. И он рассказал интересные вещи, построенные на сравнении слова шальва, спокойствие и шалом. И по его мнению, категория такая, вообще спокойствие, она исключительно прерогатива мира будущего, следующего мира. А нашему она вообще недоступна. Уровень доступный, причем только праведникам в этом мире, это бесконфликтность, шалом. Потому что написано, это великие люди, люди, которые способны благодарить Всевышнего за происшедшее с ними несчастье или зло какое-то. Они видят, чувствуют, по крайней мере, его замысел, следовательно, в отличие от нас, вообще не участвуют в конфликте добра и зла. Ну, по крайней мере, на уровне собственной личности. Практический вывод для нас. В этом мире покой нам только снится. Сон, только может, во сне человек может отдыхать. Испытания вмонтированы в нашу жизнь. Испытания, они сверху. Ошибки, правда, ошибки от нас. И все, ошибки как мужчинам. Первая ошибка, какая была ошибка Адама. Рассказывал нам Раф Шломак Карлебах. Всякий раз, когда человек впадает в уныние, он стремится убежать от мира, от себя, от Творца. Первая ошибка, которая была Адама и Хавы, была то, что после того, как змей подтолкнул их к греху, они испугались и убежали. Они старались спрятаться от Творца как можно дальше. Раби из Избицы, он объяснял предельно четко здесь. Адам не был изгнан из рая Гаддедена из-за того, что он отведал запрещенный плод. Адам был изгнан за то, что он спрятался от Творца. Почему спрятался? Ты не уповаешь, значит, на меня? Ты не хочешь признаться о своей ошибке? Если бы человек, отведав от запретного плода, попросил бы у Творца прощения, Творец сказал бы, ну, ты всего лишь человек. Я никогда не ожидал, что ты станешь другим. Я понимаю, что только способен учиться методом проб и ошибок. И сказали мудрецы, наиболее глубокое знание мы постигаем из чего? Из ошибок. Ты не мог этому научиться иначе, чем пройдя ошибку. Это нормально, но почему ты спрятался? Совершить ошибку ладно, прятаться зачем? Что делают маленькие дети, когда у них что-то валит? Они убегают? Нет, они бегут к своим родителям. К великому сожалению, когда мы взрослеем и уже разучились это все делать, надо запомнить, нам написали мудрецы, вместо того, чтобы бежать от, беги к Творцу. Он единственный, кто может тебе помочь. Когда все разваливается, предоставь написанное единственному, от которого все зависит, все решать. В жизни невозможно полностью освободиться от страхов, тревог. Они часть нашей жизни, они вмонтированы в жизнь. Поэтому, ощутив такой вот страх, тревогу, не поддаваться депрессии, идти навстречу происходящему и стараться справиться с ситуацией, уповая на Творца. Старую притчу расскажу, которую я уже рассказывал. Одного крестьянина упал в старый высохший колодец осел. Ревет осел, кричит, ожидая, что ему помогут. На рев сбежались там крестьяне, что делать там. Но уже старое животное, колодец не действующий, решили убить двух зайцев. Похоронить и осла, и колодец. Все начали с лопатами, с землей, наполняли, наполняли, наполняли. Вначале осел ревел, потом затих. Крестьяне продолжают работу. Хозяин осла подошел посмотреть, и смотрит на него, смотрит осел. И каждый раз, когда они падали, оказывается, на него коме земли, он стряхивал со спины, топтал лапами, вставал сверху. Так на дне колодца, когда уже много земли собралось, осел поднимался выше и выше с каждой лопатой, которая хотела его закопать. Потом осел наполнился и вышел. Надо помнить, написали мудрецы в комментариях к этой притче, всегда надо стремиться использовать то, что случается в жизни себе во благо. В любой ситуации есть что предпринять, чтобы продвинуться. Даже если нас засыпают землей и грязью, не плачь, не реви, вытащат из ямы. Нужно сбрасывать землю, которая сыпется, вставать на нее и подниматься наверх. Жизнь посылает нам испытания, бросает вызовы какие-то. Можно впасть в депрессию, в отчаяние, позволить жизненным трудностям разновидность, похоронить над собой. Но можно и сбросить их, подняться над ними, подняться, вылезти и победить. Написано, что остается только поднять глаза молитве и попросить Творца, что Он помог подняться и победить. Написали мудрецы, помните, всегда следует использовать то, что случается в жизни себе во благо. В любой ситуации есть чему научиться, чтобы продвинуться вперед. Даже если нас бросают землей, забрасывают всякой грязью, не плачь, не реви, вытащат. Нужно идти вперед. Жизнь приносит нам испытания, бросает вызовы. Можно впасть в отчаяние, позволить жизненным трудностям раздавить нас. И похоронить, кстати, под тяжестью. А можно сбросить, подняться, идти вперед. Преодолеть и побеждать. Надо поднимать глаза вверх, просить у Творца и тогда мы победим. Брахавы от слаха.